В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Брест в следующем году встретит свой тысячелетний юбилей. Город приобретает новый облик. Реконструкция и модернизация уже существующих объектов, а также строительство новых продолжается. Слова «закон» и «справедливость» стоят во главе угла для всех и для каждого, кто служит в системе Следственного комитета. Следователи Брещины подвели итоги работы за 2017 год. Использование единой информационной системы с технологией блокчейн в цикле получения донорской крови президент научно-технологического парка представил новую программу. Реконструкция и модернизация уже существующих объектов, а также строительство новых. Город, который в следующем году встретит свой тысячелетний юбилей, обновляет свое лицо. Насыщенности и изыска улицам придают отремонтированные дома. Удобство и комфорт – новая дорожная инфраструктура. Западный обход, Кобринский путепровод, городская больница скорой медицинской помощи. И это только часть объектов, которые буквально на глазах приобретают очертания. Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела мониторинг и узнала, как сегодня обстоят дела на крупнейших стройках города. Реконструкция ведущих объектов дорожной инфраструктуры, возведение новых корпусов медицинских учреждений, строительство детских садов и школ, зданий автовокзала. Сегодня эти вопросы стоят на особым контроле у представителей вертикали власти. Брест должен встретить свой тысячелетний юбилей, как город, в котором удачно совместилась богатая история и современность. Что касается последнего, то здесь архитекторы подошли грамотно и основательно. Постепенно расширяется проезжая часть на Кобринском путепроводе. Пропускная способность сооружения после реконструкции позволит осуществлять бесперебойное движение транспорта по нему в составе шести колонн, подъем для каждого направления встречного движения. Существенно разгрузит проезд через переезды по направлению Речица-Дубровка-Восток, Западный обход. Уже сегодня можно оценить размах строительства. Больницы скорой медицинской помощи переживают новый этап реконструкции. Пристройка трехэтажного здания назревала давно. В ней разместится приемное отделение, ряд диагностических служб, лаборатория, эндоскопия, компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Значительно улучшит расположение некоторых наших служб, не говоря уже, что кардинально поменяет условия работы приемного отделения. В нынешний момент площадь приемного отделения 80 квадратных метров, через которые проходит колоссальное количество больных. Площадь пристройки – это практически 2500 квадратных метров. Вход, который сегодня пока еще располагается в непосредственной близости с улицей Ленина и создает некоторые проблемы при доставке пациента в больницу, вскоре закроют. Заезд будет осуществляться с улицы Гоголя в целях удобства и безопасности. Создать объект строители планируют уже к концу мая 2018-го. Ведутся работы по кладке, задействованы все этажи, первый, второй, третий. Выходим на кровлю. Ведутся работы по черновой электрике. Цокольный этаж завершен, первый, второй этаж ведутся. Сантехнические работы, цокольный этаж практически наполовину завершены. Первый этаж, второй этаж ведутся работы. Что касается отделочных работ, стяжка ведется по подвальным помещениям и штукатурка выполнена от цокольного первого этажа. Переживать реконструкцию и еще одно знаковое для Бреста место – археологический музей Берестии. В 2017-м здесь были заменены оконные витражи, что позволило сделать хорошее вентилирование воздуха. Планируется, что до конца 2018-го в музее будут переоборудованы 7 из 14 выставочных павильонов. В тех залах у нас было очень много предметов. Они уникальны, интересны. Но воображать нужно было человека, воображение включать свое, чтобы представить, как же пользовались ими, как их производили. Примерно в зале железобработки мы предполагаем сделать такой фрагмент кузницы. То есть весь этап производства изделий можно будет увидеть. Для желающих побродить по улочкам старинного Берестия сотрудники музея создали виртуальную экскурсию, которая в несколько кликов мыши погрузит гостя в удивительный мир города 13-го века. Когда к нам приходят очень много посетителей, конечно, им хотелось бы очень спуститься в раскоп, потому что это 13-й век, и такая сохранность раскопа не встречается больше нигде. Вот этих построек, ясно-столетия, мы не можем увидеть вообще в мире. Мы подумали, что можно сделать такой 3D-тур, тем более, что сейчас технологии позволяют. И поэтому, когда это все случилось, когда прошли съемки, и мы видели результат, нам очень понравилось, и теперь любой желающий может пройтись по нашим мостовым, виртуально, правда, может подойти к любому из домов, которые находятся в нашем раскопе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Веречкович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Одним в тягость, другим в радость. Если для обычного человека субботник разовая акция, то для активистов Белорусского Республиканского Союза молодежи и членов военно-исторического клуба «Гарнизон» постоянная, и, что важно, приносящая моральное удовлетворение работа. Съемочная группа нашего телеканала сегодня в очередной раз убедилась в этом. Священная цитадель над Богом. Для каждого брещанина, без сомнения, место особенное. Для активистов Белорусского Республиканского Союза молодежи и членов военно-исторического клуба «Гарнизон» вдвойне. Именно поэтому сегодня на территории молодежного патриотического центра было шумно и многолюдно. Бок о бок наводили порядок юноши и девушки, студенты, рабочие, представители вертикали власти, снежная, холодная и сырая погода – не помеха. Пытаемся показать пример молодежи, чтобы в следующий раз собрать еще больше людей, привлечь людей, внимание, крепость и также привлечь, так как очень много зарослей, проблемных мест. Ну и вообще привить к молодежи любовь к родине, любовь к истории. Воружившись всем необходимым, а необходимо, в данном случае немного. Рабочий инвентарь, соответствующая форма одежды и хорошее настроение. Каждый неравнодушный к историческому наследию своего города брещанин, который пришел на субботник, старался внести свой вклад в сохранение и развитие Брестской крепости. В лучших европейских традициях все-таки сделать так, чтобы наше историческое наследие было максимально сохранено. Так как здесь сейчас готовится уже открытие патриотического центра, то можно уверенно сказать, что эта территория в дальнейшем будет благоустраиваться, зарастать не будет. Мы надеемся, что вместе с остальными неравнодушными горожанами сюда придем, наведем здесь наконец-то порядок и в патриотическом центре вводится даже ставка для того, чтобы эта территория и в дальнейшем поддерживалась в том состоянии, в которое мы сегодня ее приведем. Субботник означает не только отношение к труду и Брестской крепости, но и знаменует старт нового проекта. У нас новый проект молодежного патриотического центра по возрождению, укреплению Брестской крепости. К сожалению, многие из них сейчас находятся в таком неудовлетворительном состоянии. В пороховых погребах, которые здесь находились, проживали лица без определенного места жительства. Они сейчас захламлены. В прошлом году был даже пожар в одном из них из-за того, что много мусора. Ну и сегодня одна из миссий – это очищение вот этих пороховых погребов. Состоявшийся на территории Брестской крепости Субботник оказался весьма кстати, ведь возведение и благоустройство этого объекта – одна из самых перспективных и воплощающихся в жизнь идей Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Планируется, что открытие молодежного патриотического центра состоится уже в скором времени. О результатах следственной работы подразделений Следственного комитета Брестской области в 2017 году в состоянии служебной дисциплины и задачах на 2018-й говорили на оперативном совещании в управлении Следственного комитета. На мероприятии присутствовали председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич, глава региона Анатолий Лис, представители смежных ведомств. Отмечалось, что при организации служебной деятельности в 2017 году был реализован комплекс мероприятий по повышению качества осмотров мест происшествий, своевременности назначения экспертных исследований, полноте проведения неотложных следственных и иных процессуальных действий. В созданную систему были привнесены новые формы и методы работы. Как следствие, третий год подряд работа Следственного комитета Брестской области признана лучшей в республике. Продолжит тему Лариса Осмолович. Год 2017 для следователей Брещины стал годом концентрации усилий на принятии всех предусмотренных законам мер по возмещению причиненного преступлениями вреда, повышению качества и оперативности расследования, эффективности профилактической работы. Годом повышение профессионализма и укрепление служебной дисциплины. Слова закон и справедливость стоят во главе угла для всех и для каждого, кто трудится в системе комитета. Потому итог лидерства в стране в течение трех лет обоснован. Следствие Брещины – это определяющее следствие в стране. Это ориентир для других подразделений. И поэтому не зря все-таки управление по Брестской области в наших критериях оценки эффективности работы заняли первое место по итогам работы за 2017 год. Мало того, подразделения первой, второй, третьей категории, районные подразделения Брещины тоже победили в своих номинациях в целом по республике. Это Пружанский район отдел Следственного комитета, Кобринский и Барановичский соответственно. Лучшими в своих категориях признаны Пружанский, Барановичский и Кобринский районные отделы Следственного комитета. Петр Зарецкий, начальник Кобринского РСК, своему делу отдается на все 100, требуя от коллег такого же отношения к службе. Ими разработана уникальная методика установления факта использования подозреваемыми лицами ложных IP-адресов, с помощью которой доказывается, что именно виновный осуществлял вход в электронные кошельки с IP-адресов, принадлежащих прокси-серверам, дислоцированным на Тайване, Сайшильских островах и в других странах. Данная методика позволила раскрыть ряд преступлений по уголовным делам о блокировках мобильных устройств граждан с требованием об уплате штрафа не только на территории Брестской области. Мы применяем современные подходы, которые в сфере IT-технологий, в том числе связанные с программированием, с парсингом компьютерных программ, в процессе раскрытия, расследования преступлений. Информации очень много, и научиться в этом огромном океане информации найти нужные связи, сопоставления, для того, чтобы понять, что именно этот или другой человек скрывается под таким-то ID или под таким-то ником в сети интернет, вот это именно нам помогают компьютерные технологии. В своем выступлении начальник управления Следственного комитета Брестской области Александр Рахманов отметил, что совместно с оперативными подразделениями под надзором прокуратуры раскрыты все факты убийства, покушения на убийство, причинения тяжких телесных повреждений и изнасилований совершенных на территории области в 2017 году. Область реже иных регионов избирала меру пресечения в виде заключения под стражу, при этом раскрываемость преступлений оставалась выше среднереспубликанской. Существенно, практически на 40%, а в абсолютных цифрах с 1980 до 1216, без утраты доказательственной базы сокращено назначение генотипоскопических экспертиз. Ужесточена система контроля за соблюдением служебной дисциплины, как результат сокращения фактов привлечения сотрудников и к дисциплинарной, и к административной ответственности. По-прежнему на особом контроле в области находится борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, в том числе пресекаются попытки организации интернет-магазинов. Создана методика и получен опыт по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием специально разработанной программы для мониторинга интернет-мессенджера «Телеграм», который стал площадкой для интернет-магазинов, осуществляющих торговлю психоактивными веществами. Получила практическую реализацию криминологическая теория разбитых окон, согласно которой неблагоприятная внешняя среда провоцирует граждан на совершение противоправных поступков. В ходе проведения осмотра места происшествия и других следственных действий следователи обращают внимание на наличие вышеуказанных провоцирующих факторов и требуют наведения порядка на соответствующих территориях, где совершено преступление. Все вышесказанное остается в приоритете у следователей Брещина, но особое внимание в 2018 году будет уделяться качеству первоначальных следственных действий. Является большим секретом, что именно от того, как сработают следователи на месте происшествия, как качественно будут проведены первоначальные следственные действия, насколько оперативно они будут проведены, это является залогом дальнейшего, успешного и оперативного расследования уголовного дела. В этом, по большому счету, все кроется. Сложенная работа всех заинтересованных службы и ведомств, умение объединить усилия ради общей цели, позволяют успешно реализовывать принцип неотвратимости наказания, устанавливать виновных лиц и привлекать их к уголовной ответственности. А награды, врученные на оперативном совещании сотрудникам Управление Следственного комитета Паврецкой области еще раз подчеркивают важность и необходимость работы ведомства. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Донорская кровь. Хотя бы раз в жизни в ней нуждается каждый третий житель земного шара. Она необходима при проведении сложных операций, при лечении некоторых заболеваний, в научно-исследовательских и образовательных целях. Запас донорской крови в учреждениях системы здравоохранения должен быть постоянно. В нашей стране служба по ее сбору работает эффективно, выполняет поставленные задачи. Однако мир не стоит на месте. Новейшие разработки важно использовать и в цикле получения донорской крови. Накануне в Бресте состоялся специальный семинар. Его тема – использование единой информационной системы с технологией блокчейн. Подробности далее. Республиканский обучающий семинар собрал на одной площадке специалистов со всей страны. Они отвечают за забор, разделение на компоненты, долгосрочное хранение и транспортировку донорской крови. В город над Бугом приехали, чтобы узнать, как можно больше о проекте, который должен внести существенные коррективы в работу, сделать ее мобильнее и проще. Служба крови, так же, как и здравоохранение на сегодняшний день, безусловно, не может быть вне вот этих вот современных тенденций. Информационные технологии в здравоохранении, вы слышали об этом, говорили на сегодня, безусловно, это перспектива. Даже принятие решений каких-то по диагнозам может быть, вне зависимости от физического лица на сегодняшний момент. Информационные технологии освобождают огромные ресурсы временные по работе наших специалистов. Информационные технологии обеспечивают безопасность здравоохранения. Мероприятие состоялось на базе Брестского научно-технологического парка. Один из резидентов учреждения и занимается разработкой и внедрением специальной программы. Миссия последняя – оптимизация процесса забора крови. Проект «Донор» способен организовать единую для всей страны базу, данные в которой сверялись бы одним нажатием кнопки, а также обновлялись в режиме реального времени. Первое – это единая база данных. То есть база сама по себе. Например, если донор приходит в Минске, наша программа позволяет видеть. Вот, например, он два часа назад был в другом городе и сдавал кровь. Наша программа сразу видит и блокирует данного человека. Это уже намного упрощает режим работы. Второе – повышает уровень безопасности личных данных пациентов. Третье – помогает службе крови по выбраковке доноров. То есть у нас есть такая система отвода донорства. Она устанавливается непосредственно, какая программа стоит. Она отдельно может установиться. Программа проекта «Донор» в настоящее время уже функционирует в некоторых городах нашей страны. В числе первопроходцев – областной центр Брещины. На сегодняшний день у нас нельзя сказать, что она отточена уже до совершенства, потому что мы же все-таки часть единой службы крови республики. Делаем так, как мы понимаем в нашем регионе эту систему. Если ее выводить на республиканский уровень, конечно, уже пора, чтобы вмешались как-то центральные наши органы службы крови. Вот, и тогда она, наверное, уже сможет работать на всю страну. А пока нас все устраивает в области. По словам специалистов, распространение и внедрение разработки может оказать существенное влияние на сбор донорской крови. Время, которое сегодня затрачивается на внесение и проверку информации, сократится до минимума. А общереспубликанский охват способен вывести процесс на новый уровень. Анастасия Страбко, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О других событиях. Более 6 тысяч человек посетило профсоюзную туристическую выставку «Профтур-2018». Туристический потенциал нашей страны был представлен на трех этажах Республиканского дворца культуры профсоюзов в Минске. Цель выставки – продемонстрировать туристические ресурсы страны, расширить возможность отдыха и оздоровления трудящихся. Также Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство информации провели форум для региональных средств массовой информации. Были отмечены лучшие журналисты, освещающие профсоюзную тематику. В числе награжденных – три представителя Брестской области. Профсоюзная экскурсионно-туристическая выставка «Профтур-2018» уже вписала новую страницу в историю Федерации профсоюзов Беларуси. Ее организаторы «Беларусь-турист» и «Белпрофсоюз-курорт» предложили максимум усилий, чтобы посетители этого уникального мероприятия не только запомнили его надолго, но и нашли много полезного для своей работы. Экспозиции располагались на трех этажах Республиканского дворца культуры профсоюзов, и каждая имела отличительные черты. Особый акцент профсоюзный туроператор сделал на промышленный туризм. 50 предприятий – это на самом деле не предел. Мы стремимся и хотим, чтобы у нас было больше, потому что мы работаем на внутренний, въездной туризм, и наши все иностранные гости, все наши туристы, они в первую очередь всегда просят открыть и показать всем известные белорусские бренды. На выставку «Профтур-2018» все филиалы «Беларусь-туриста» привезли свои анимационные программы, где посетители становились главными действующими лицами и еще больше узнавали о возможностях оздоровительных комплексов. Всего за несколько минут они могли побывать на рыцарских боях в замке, оказаться на Брославских озерах, насладиться кабан-шоу, научиться задорным танцам кубанских казаков и побывать на народных гуляниях белорусов. Представили возможности лабораторной диагностики профсоюзные санатории. Одна из них – аппарат неинвазивной диагностики крови. За время выставки этот стенд пользовался большим интересом. Мы видим общий анализ крови с формулой, мы видим показатели липидного обмена, мы видим показатели системы свертывания, мы видим показатели электролитного обмена. В целом мы можем сказать, насколько человек здоров, что можно ему рекомендовать в условиях санатории, какие дальнейшие действия для обследования ему необходимо пройти. Гастрономическое шоу известного украинского телеведущего Бориса Бурды заставило многих пересмотреть свои подходы в приготовлении, казалось бы, известных и простых блюд, которые в руках мастера превращались в венец кулинарного искусства. Что же касается именно туристского применения, я действительно хорошо знаю мировую кулинарию и сам очень интересуюсь тем, как необычно и красиво она принадлежа в искусстве одесских рестораторов. Издательский дом «Профпресс» также подготовил программу для гостей выставки. Участники викторины не только больше узнавали об истории Беларуси, но еще больше узнавали о работе средств массовой информации Федерации профсоюзов. Эта же тема активно обсуждалась на третьем форуме – роль региональных СМИ в развитии социального партнерства, который собрал более 150 журналистов. Его организаторами выступили и Федерация профсоюзов Беларуси, и Министерство информации. В рамках форума были организованы интересные встречи, проведены мастер-классы, был проведен диалог с председателем ФПБ Михаилом Ордой. В ходе встречи были обсуждены формы и методы взаимодействия, актуальные события в жизни страны, современные тенденции в информационном пространстве. Кроме того, организаторы отметили лучших представителей региональной прессы и вручили им почетные грамоты. Средства массовой информации, которые пользуются большим авторитетом на местах, они самые слышимые в своих регионах. Поэтому мы с большим удовольствием, потому что третий год подряд встречаемся с нашими коллегами, общаемся с ними и делаем так, чтобы это у нас была двухсторонняя площадка. Это диалог, вопросы, ответы. Мы рассказываем, чем занимаемся мы, и мы с помощью журналистов узнаем, чем живут люди в регионах и что бы они хотели от нас. Ни для кого не секрет, что средства массовой информации являются своего рода четвертой властью. И сегодня то, что печатается в средствах массовой информации, показывается по телевидению и в интернет-пространстве, где наши журналисты показывают значимость нашей политики в стране. Это очень актуально, и сегодня люди доверяют средствам массовой информации. Форум с участием региональных СМИ проходит уже в третий раз. В апреле прошлого года он собрал более 100 участников, и эта практика будет продолжена. Продолжаем выпуск. Отказ от вредных привычек, посещение фитнес-центров, правильное питание. Все это составляющее современного человека на пути к здоровью. В городе над Бугом для этого создали целую школу, и называется она «Айран», что в переводе с английского означает «Я бегу». Эта школа отлично подойдет для тех, кто хочет научиться правильно бегать, похудеть, привести тело в тонус и, конечно же, пробежать настоящий полумарафон. Ирина Альшова побывала на одной из тренировок и узнала, что толкает людей на нелегкую тропу здорового образа жизни. Школа бега «Айран» в городе над Бугом появилась чуть больше года назад. Идейным вдохновителем стал легкоатлет с большим беговым стажем, мастер спорта международного класса и вице-чемпион Европы по кроссу Сергей Чеберяк. Первая тренировка для группы из 15 человек прошла в легкоатлетическом манеже в декабре 2016 года. Многие думают, что бегать скучно. Кто-то думает, что бегать – это неполезно, вредно и все остальное. А кто-то просто бегает и не знает, как. Вот мы, в первую очередь, делаем как лекцию. Мы рассказываем, как правильно бегать, для чего это все делается. И люди, осознавая вот это все, потом, пройдя вот эту нашу тренировку непосредственно, как оно происходит, потом уже решают – приходить, не приходить. В прошлом достаточно успешный спортсмен Сергей Чеберяк сегодня совмещает тренерскую работу с детьми в областной дюшер и в любительской школе бега. И спортивный резерв, и взрослых любителей кроссового бега он приводит к одной цели – победе над собой и призовым местам. Первоначальная цель была научиться бегать. Просто научиться бегать правильно. Потому что многие делают это неправильно. Полюбить бег. Дальше, когда они уже этого достигли, они ставят следующую цель – соревнование. Ну, как бы это любительская лига. Это просто в удовольствии. Но все равно каждый человек – он максималист. Он хочет добиться большего. Среди достижений Бреской школы бега – победа в командном зачете в проекте «Велком бегом». Участие в полумарафоне в Италии и России. Каждый успешный старт – результат системных тренировок и индивидуального подхода. Это, в первую очередь, преодоление себя, достижение каких-то результатов. Также здесь окружение очень мотивирует себя, единомышленники. Ты смотришь на них, и тебе хочется стремиться к результатам, которые лучше твоих. Служащие, руководители, домохозяйка, студент. У подопечных Сергея Чебряка разные социальные статусы и профессии. Но их объединяет любовь к бегу. Поэтому зимой и летом, два раза в неделю, они приходят на тренировки. Бег стал не просто хобби. Бег стал частью жизни. Люди разные, разных профессий. И они общаются все на одном языке, на спортивном. Все бегут. У них мысли только здоровый образ жизни. И удовлетворение получаешь от того, что нет зацикленности какой-то. Что-то мне там какие-то планы, еще что-то. Они отдыхают. Они на тренировку приходят, они забывают о своих профессиях, о своих заботах. И все как один. Главное в достижении цели, считает Сергей Чебряк, это мотивация. Вместе со своей помощницей, в прошлом также профессиональной бегуней, Галиной Амелящик, он личным примером мотивирует своих подопечных. А еще мечтает о том, что любителей бега в Бресте станет больше. Хотите попробовать свои силы? Приходите в Айран на тренировку. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска Букинформ. Это были итоги недели на БукТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 11 февраля в Беларуси сохранится влияние теряющих активность фронтальных разделов. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью в Бресте небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на торогах гололедица. Ветер неустойчивый, слабый, переменных направлений. Температура воздуха минимальная в ночные часы, минус 1-3, максимальная днем 2 градуса ниже нуля. 12 февраля атмосферное давление подрастет, и Беларусь в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. В течение суток возможен небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный поменяет в течение дня направление на юго-восточный. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 1-3 градусов со знаком минус в ночные часы и 0-2 градуса днем. Ветер южный поменяет в течение дня направление на юго-восточный. Субтитры создавал DimaTorzok